В некоторых жилищных комплексах в Стамбуле нет возможности получить гражданство, даже если заплатишь кучу денег. А в чем дело? А дело в том, что турки уклоняются от налогов со страшной силой. Вот я расскажу вам об этом со всеми деньгами, с подробностями на примере вот этого жилищного комплекса. Он очень стильный, он мне очень понравился. Я сам живу неподалеку. И заодно я вам покажу весь район. Здесь невероятный строительный бум. Здесь все строится, жужжит. Каждый свободный участок выкупают и на нем строят вот что-то такое. А до моря всего 500 метров, ребята. Все же русские хотят жить у самого синего моря. Вот сейчас вы увидите, ребята, что почем. Но, правда, без гражданства. А иногда и даже без вида на жительство, если уж совсем турки по беспределу уклоняются от налогов. Итак, этот симпатичный дом находится в районе Белик-Дюзю. Там, где я сам живу. Только я живу вон там, в пяти километрах отсюда, в самом верху этого холма. А вот здесь этот холм спускается все ниже-ниже и к самому морю. Красота туда, куда тянутся все люди. Вот я увидел просто этот жилищный комплекс, пытался узнать, а где здесь, собственно, объявление о продаже квартир. Нету. Тогда я у рабочих спрашиваю, офис продаж-то есть? Они говорят, да-да, вон туда вниз спустись и все узнаешь, поговоришь. И я спустился, и со мной прекрасно поговорили. Конечно, по-турецки. А как еще? Вот смотрите, я в офисе продаж. Главный начальник в офисе был занят с клиентами, с целой семьей турок, которые женщины покрыты, и все серьезно. И мне поэтому дали очень красивую девушку, которая не в зуб ногой, то есть чисто по-турецки. Ну, я пытался донести до нее, что я хочу узнать цену. Значит, девушка объяснила, что двухкомнатная квартира вот на втором и третьем этажах стоит 275 тысяч долларов. А однокомнатных квартир в этом жилищном комплексе нет вообще. При этом вся вот восточная сторона этого комплекса, вот та дальняя, вся распродана. То есть остались только квартиры, которые вот на запад и на юг. Вот, соответственно, вот угловая квартирка, вот четыре окна смотрят на юг, и два окна смотрят на запад. Вот я сейчас снимаю, сейчас примерно 5 часов вечера. Значит, 275. Елки-палки, так дорого. Ну, хорошо, а ТАПУ есть? То есть уже свидетельство о собственности есть. И она мне показывает ТАПУ. А в ТАПУ эта квартирка, знаете, сколько стоит? 25 тысяч лир. Да-да, вы не ослышались, тысяч. То есть это полторы тысячи долларов по нынешним временам. Вся вот такая квартира. Прям в ТАПУ написано официально, подпись, печать, государственный орган. Я офигеваю. То есть чиновники, видимо, подыгрывают, что ли, этим строителям. Зачем такие цифры писать? Ну, ладно-ладно, не мое дело. Я спрашиваю девушку. Девушка, а мне бы, в общем, гражданство хотелось. Можно я у вас две квартирки куплю? 275 и 275. Получится аж, ну, больше 400 тысяч долларов. То есть я буду иметь право на гражданство. Девушка зовет кого-то другого. Приходит еще одна девушка, и она разговаривает по-английски. И она сразу мне говорит, 250 цена. Хоба, скидочка. Вот, рукой этой девушки на бумажке написано 250 тысяч долларов. А это все мои записи, это я писал. Скидочка есть, но, говорит девушка, в бумажке напишем совсем мало. Остальное черный no. Как это так? Зовут еще одного менеджера, уже мужика. Говорит, что тапу будет 75. Он смотрит на меня, смотрит, как я разговаривал по-английски, говорит, нет, цена 275. Понял. Значит, я на скидку не выгляжу. Хорошо, 275. Дальше я пытаюсь с ним выяснить, сколько оформляем по белому, сколько по черному. И вот я ему на бумажке пишу 75 тысяч нужно обязательно написать по белому, ну, а остальное, ну, пусть 200, хорошо, допустим, по черному. Я вот, видите, на бумажке пишу кеш и пешин. Пешин это наличность по-турецки. Я уж просто и до одного, я просто и до всех, до них пытался донести, как, чтобы им было понятнее. Окей, пешин. Почему я настаиваю, чтобы 75 тысяч долларов было записано официально? Да дело в том, что 75 тысяч долларов дает, во-первых, вид на жительство, а во-вторых, если ты купил квартиру дороже 75 тысяч долларов и владеешь ею 5 лет, то через 5 лет ты будешь иметь право на гражданство. Ну, еще там масса юридических нюансов, то есть не то, чтобы ты купил квартиру за 75, уехал, через 5 лет вернулся, получил гражданство. Нет, так не будет. Да и вообще непонятно, как будет через 5 лет, да, в Турции, да и в России, да и везде в Европе. Ну, не важно. Важно то, что надо больше 75, это точно. Остальное детали. И вот они, видите, ну, так и быть, 75 напишут, остальное черный нал, черный нал. И так, видите, все вот эти домики. Я еще в один зашел, там жилищный комплекс огромный. Вот я его там вам покажу. Вот в этом, например, жилищном комплексе мне сказали, что ни гражданство, ни вида на жительство, что у нас здесь все оформляется строго в режиме черного нала. Ну вот, посмотрите. Не богатенько. Бассейн не в моем вкусе. Честно говоря, я бы в этом жилищном комплексе не захотел бы квартиру даже и, не знаю, за 150 тысяч долларов. Ну, просто потому, что уж очень мне нравится плавать в бассейне. Вот сейчас лето, я у себя во дворе монтирую ролик полтора часа, уже одурел, пошел, спустился, поплавил, вернулся, ну, просто кайп. А здесь, ну, вот видите, вот и весь бассейник. Ну, это что? Ну, не то качество, извините, да? Поэтому, я думаю, можно и торговаться с ними. Я потом с менеджером, вот с этим англоговорящим вышел на улицу, прошелся вдоль этих всех его стен, новостроек. Говорю, иностранцы-то есть? Он говорит, да, здесь купили и из Украины люди, и из России, и даже из Канады, говорит он, какой-то чувак. Ох, не знаю, что сюда канадца занесло. Неужели он там у себя, там, поюжнее не мог найти, там, в Мексике? О! По всем вопросам о недвижимости в Стамбуле, обращайтесь к моей жене. Телефон, как обычно, на экране. Эля. Телефон, как обычно, на экране. Вы скажете, а что ж ты, Глеб, нам рассказывал про грамотную государственную политику в Турции? А вот видите, как от налогов уклоняются все эти строители? Ну, не все, а только мелкие, да? Все-таки это небольшой проект, согласитесь, да? Но, кстати, государственная политика хороша тем, что обязательно подземный гараж, видите, да? То есть на улицах здесь всегда легко припарковаться во всем этом районе и везде, потому что все машины, всех жителей в подземелье. Но налогов, ладно, пусть не очень платят, пусть уклоняются. Зато развивают целый район, да, огромный, где, собственно, были какие-то курятники. Вот здесь есть еще недобитые домики, избушки, не выкупленные, а ведь роскошные места. Это же море, да? И это западная сторона Стамбула, европейская сторона. Здесь уже вот до границы с Болгарией 200 километров. То есть эта сторона очень, так сказать, ну, я не знаю, сел в машину и поехал в Альпы кататься на горных лыжах. Перспективненько, перспективненько. И всегда было. И поэтому пусть мелкий частник уклонится от налогов, но зато все это превратится в цветущий райский современный стильный город. А дороги здесь уже все сделаны. Дороги реально хорошие. Ну, вот не знаю, то ли вот эту дорогу немножко подубили эти строители, но и то. Они, видите, уже бордюрчик выкладывают. А тут-то дороги вообще отличные. Но это, я думаю, с коптера вы увидите, в каком состоянии дороги. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok